Мы рады вас приветствовать из Женевы с ежегодной выставки бизнес-авиации E-BASE. И сегодня нам любезно согласился дать интервью владелец группы компаний MF-Impero Иракли Литнашвили. Приветствую. Привет. Какие у вас ожидания от выставки, как она меняется с годами, сколько раз вы уже принимали участие? На самом деле, я думаю, что 2018-й будет для меня юбилейный. Это будет 10 лет посещения выставки из года в год. Начиная с того момента, когда я был просто брокером в одной из небольших компаний в Англии. Потом это перешло уже в авиакомпанию, в которой я, так сказать, работал порядка 4,5 лет. Это Ocean Sky. И потом уже своим, так сказать, с ребятами, с группы компаний MF-Impero, вот мы уже фактически четвертый год. Плюс-минус, мы уже, наверное, следующий год будет такое пятилетие, как мы на выставке. Все меняется, все развивается. Мы каждый год появляемся с определенными новыми для нашей группы проектами, продуктами. Вот буквально через пару месяцев, а это будет начале июля, мы отметим год, как мы стали представлять интересы Хонды от HondaJet Central Europe на территории России и постсоветских стран. Это, наверное, такой интересный для нас проект. Но мы не забываем о нашем основном бизнесе. Это наша авиакомпания Empire Aviation, в которой на сегодняшний день 8 дальнемагистральных самолетов. Получаем буквально через неделю Global 6000. И до конца этого года еще у нас заложено два борта. Один, наверное, 5000 и один Гальстрим 650. Так что мы все пытаемся установить такой баланс между продукцией Bombardier и продукцией Гальстрима. А что касается Хонды, Хонда, как таковая, будет в группе наших компаний в первом квартале, а это, скорее всего, февраль 2018 года, который мы представим всем нашим потенциальным клиентам на полеты демо по территории России. И также, наверное, будет определенная там чартерная программа. Как-то вкратце, наверное. Спасибо. Ebase – это такое место, где все друг с другом встречаются и, конечно же, спрашивают, как дела, подводят итоги. Расскажи, пожалуйста, как прошел ваш год с точки зрения производственных показателей и что ты ожидаешь от ближайшего года, который будет после Ebase? Значит, я бы так сказал. На сегодняшний день мы здесь. У нас порядка 12 членов команды со всех офисов, да, по всем направлениям. И мы стараемся эту тенденцию держать, да. Если мы приезжаем сюда, то, наверное, не все так плохо, в первую очередь, да. Мы показываем, что мы желаем дальше продолжать развиваться. Что касается бизнеса в целом, ну, не всем, наверное, легко и просто, но с определенной, как сказать, верой, с определенным умением, так сказать, управлять тем или иными потоками, тяжелыми, в нашей индустрии. Я думаю, что каждый из наших коллег пытается справиться. И по итогу я бы сказал, что год неплохой, а последующий будет еще лучше. Спасибо большое. Я бы также хотел упомянуть, что вы являетесь одним из наших ключевых партнеров по развитию бренда Aviapages. Спасибо вам большое за поддержку, за спонсорство. И, наверное, заключительный вопрос, такой дженерал, да. Какие тренды ты видишь на рынке бизнес-авиации в ближайшем, может быть, перспективе 5 лет? Ты знаешь, я бы очень хотел видеть реализацию многих IT-проектов, которые закладываются также и вами, и там ребятами, которые все пытаются, я бы сказал, структурировать немножко рынок бизнес-авиации. Потому что мы уже стали сами приглядываться к этому, не в плане, может быть, как создать что-то, но примкнуть какой-то из групп и как-то постараться поучаствовать и заложить какой-то кирпичик. Я думаю, что IT в каком-то формате структурирования и чартерного рынка, и, наверное, управления, и анализы там расходов. Ну, вот я вижу, потому что надо подходить к той грани, когда самолетом не только что хочется владеть, но это становится выгодно. Скажи, пожалуйста, то есть, в принципе, это не хайп, да, вот сама вот эта история с IT, это не хайп такой, это реальный тренд, да? Ну, я думаю, что да. Все пытаются. Спасибо большое, Ракли, очень приятно, что ты уделил нам время и надеюсь, что это не в последний раз. Спасибо.